Специально сделали для демонстрации, даже специально сделали формирователи Десны. Смотрите, вот стоял формирователь Десны, его особо тут что-то показывать. Формирователь Десны? Да, вот формирователь, формирователь. На самом деле, у Эмплеев очень удобные, есть такие заготовки, у них сразу уже сформировано, получается. Она идет не просто от уровня импланта, а уже нам не надо формировать, вот по большому счету, вот видите, вот этот вот обоек, видно? Вот мы его вот здесь вот использовали, сейчас я вам отключу, покажу, как удобно получать. Я должен подвинуться. Очень удобная штука на самом деле, потому что обычно берешь какие-то временные абатменты, на них потом мучаешься, добавляешь пластмассу, все это. Особенно, когда немедленная нагрузка, это понятно, что все отечное, все, в общем, в не очень хорошем состоянии, непонятно как. А тут это удобно, берешь, да, вот она уже, она вот у нас же стандартная, видите, вот она стандартная, полукруглая, вот она, готовая. Вот так вот, и, собственно, прикрутили, и дальше мы уже моделируем, только уже непосредственно кранковую часть. Внутри десневая, она вся, вот сформирована, готовая стандартная заготовка. Здесь красненькую, вот это, я говорю, специально взяли, чтобы было видно внутри направление, как располагается, то есть тут, тут не очень хорошо, как видите, тоже стоит имплант. Вот, ну, он чуть-чуть еще вестибулярно так смотрит, но тем не менее, вот, справились с ситуацией, вот видите, все видно, да. Вообще, на самом деле, эти заготовки, вот эти вот красненькие, это для выжигаемых аббатментов, это как раз вот моделировать литье на них очень хорошо. Вариантов много, есть разные, вот есть тоненькие такие вот, совсем, да, они для одиночек, они с внутренним шестигранником, они идут для изготовления одиночных коронок. Специально внутренний шестигранник, вот он фиксируется, чтобы... Есть такие же точно заготовки, но они идут без шестигранника. Я не знаю, что это у вас есть, вот, это когда мастовидный протез. Для чего это делается, почему убирается шестигранник, потому что, ну, не бывает идеально ровно установленных, да, они всегда чуть-чуть разнонаправленные. Чтобы вот этой проблемы не было при посадке, чтобы потом не сидел техник, не упиливал это все вручную, потому что это, ну, все равно это ручное упилие где-то, может быть, не очень точно. А тут уже, как бы, заранее это все продумано, и получается, для мостов используются вот такие. Чаще всего, говорят, используются либо для изготовления протезов на винтовой фиксации, либо для, это самое, для индивидуальных аббатментов. В принципе, вы можете точно так же смоделировать на них восковую композицию, отсканировать и отправить в каткомцентр. Точно так же, понимаете? Если вам это хочется, вот можно и так это все сделать. Это удобно. Существуют также, давайте, спрашивайте, пожалуйста, все, что интересно, все спрашивайте. Вот первую методику сейчас объяснили, когда она сама моделирует из воска по тому профилю тисны, который я смоделировал. Она моделирует из воска и отдает это в литейку и отливает это из металла. Я обычно не отдаю это в литейку, мы сканируем, отправляем в каткомцентр, чтобы нам выточили все. 5-6 лет назад мы делали это на основе золота, либо кубльтрового сплава. Сейчас это упрощено, потому что каткомцентры по модели, сканируя модель, либо сканируя ту восковую моделировку, которую она уже сделала, может вылить нам полную реплику этой композиции, либо из циркона, либо из титана, из чего угодно, кроме золота. Золото не перетает. На самом деле, как правило... А что более точное, я имею в виду, я имею в виду и восковую заготовку сканировать, или им все-таки модель подать? Да нет, они же стандартные. Они же стандартные, на самом деле, да. Потом, когда вы сканируете, понимаете, там существуют еще такие специальные сканбоди, такое приспособление. То есть в программе каждого сканера есть библиотека, в которой разные системы имплантов присутствуют. И уже вот эта внутренняя часть, она уже в программе, в этой библиотеке есть. Поэтому нам нужно только нашу внешнюю, вот эти самые особенности индивидуальные, почему она индивидуальная аббатмент. Понимаете? То есть он индивидуальный сверху, а в ухе стандарт? Да, заказываем мы полностью титановые, как мы в моей лаборатории, из титана индивидуальной аббатменты. Либо, если это циркониевые, то на титановой основе. Потому что все-таки, как показывает практика, правильные все эти конструкции, чтобы посадочное место было, ну не надо делать цельно циркониевые. Либо титан, либо титановая основа, да. То есть кранковая часть, понятно, она для эстетики, да, но намного лучше, конечно, чтобы был циркон, особенно если это какие-то такие работы в эстетической значимой зоне. Но все-таки соединение титанового импланта с циркониевым аббатментом, оно не очень хорошо, как вот, не знаю, много сейчас пишут об этом, много говорят об этом. И в общем, как-то мы стараемся тоже не рисковать, не рисковать, не рисковать. Да даже одиночка, слушайте, на самом деле, все-таки, понимаете, циркон очень хороший материал, очень его люблю, и много с ним давно работаю, но в то же самое время, все-таки, когда идет нагрузка, большая нагрузка, а попробуйте потом переделайте работу, это очень непросто будет. Вот, поэтому лучше, конечно, вот я вам сейчас продемонстрирую как раз вот, титановое основание, вот оно и есть. Во-первых, во многих фрезерных центрах, да, в которых, ну вот. Вот заготовка, так видно, видно. Заготовка, вот титановое основание, вот оно. А дальше можно намоделировать все, что вы хотите. Вы можете отлить, если вы хотите. Но правильнее, вот на самом деле, вот это будет. Хотите делать, ну вот тут вот. Это золото неется потом. Не, набывается. Это новая основа с цирконами. Склеивается, склеивается. Соколи. Да, ну те же самые цементы, на которые фиксируете, же потекущие. Большой и спорный вопрос, по которому зоники загоняются, да, что по сути мы делаем двойную коронку. Да, сэндвич такой. На маленьком титановом аббатменте делаем большую коронку, а у нас сверху еще одну коронку. Цемент этот на уровне костной ткани. Сколько он там будет в таком стабильном положении? Нет, секундочку. На самом деле приклеивается это лабораторно. Поэтому все это заполировывается, все это удаляется. То есть это все заполировывается так, что ничего нигде не остается. Поэтому, конечно, на самом деле риск минимальный в том плане, что цемент попадет. Это же не во рту. Надо брать цемент в тех историях, которые мы там описывали. Это вот в коронке много цемента, подвесну. Это да. Это беда. Это на самом деле, я думаю. Нет, это все лабораторно, поэтому все это как следует сделано, все это заполировано. То есть оно все ровненько, гладенько, и, в общем-то, вы захотите. Иной раз бывает очень большая проблема. Бывают ситуации, когда нужно вынуть титановую основу. Я вам могу сказать, что это очень непросто порой бывает. Печечку. И после печечки даже, потому что зацепиться не за что абсолютно. То есть его вынуть очень сложно. То есть когда оно сделано хорошо, вот этот переход, он просто... Не надо чем показать, да? Вот этот вот переход, он настолько... Вот сейчас я сняла, да? Вот титановая основа. Вот она. Вот так она примерно выглядит. И когда мы это все приклеили, вот оно все настолько точно садится, да? Если все хорошо сделано, оно садится точно. То есть оно вообще как притертая пробка. Представьте, там еще цемент. Продолжение следует...